Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Настя Болинская и Ольга Жарикова до сих пор находятся в больнице и жалуются на условия пребывания в медицинском учреждении. Ольга Васильевна Гобозова снова конфликтует с невесткой Алианной, а также жалуются на своего внука Роберта. Как выяснилось, что Саша и Алиана очень разбаловали сына и он стал просто неуправляемым. Марго Овсяникова в последнее время часто задумывалась об уходе с проекта, однако сегодня заявила, что передумала уходить. Обстоятельства изменились и девушка решила остаться. Татьяну Владимировну Африкантову заблокировали на три месяца на ютюбе, но женщина не растерялась и создала новый канал. Влада Кадони могут уволить из-за Юлии Ефременковой. Ни для кого не секрет, за годы работы на проекте Кадони создал себе репутацию самого жестокого и циничного ведущего, способного в отличие от Ольги Бузовой и Ксении Бородиной не щадить чувства подопечных. Вот только теперь его превзошла Ефременкова. Многих искренне удивляет, как безжалостно Юля гнобит участников и хоть пытается демонстрировать сопереживание, верится в это с трудом. На фоне Ефременковой даже Влад проигрывает и выглядит более мягкотелым ведущим, но ведь брали Кадони именно на роль самого жесткого, поэтому руководство дома 2 может посчитать его лишним ведущим и просто уволить с проекта. Марина Тристановна Абрамсон продолжает жить на две семьи. 15 дней проводит у дочери и 15 дней месяца у жениха. Александр уже сделал своей возлюбленной предложение и она ответила согласием. Летом 2018 года состоится долгожданная свадьба, после чего Марина Тристановна переедет в Воронеж. Вчера вечером на Сейшелах случилось ЧП, пропало электричество. Подробности пока неизвестные. Интересная новость с сайта шлок. Настя Болинская уже нашла замену Алексею Кудряшову, и в скором времени этот человек появится на проекте. Настя также пообщалась с психологом и поняла, почему ей не удается построить нормальные отношения. Оказалось, все проблемы из детства девушки. Просто она выбирала не тех парней. Болинская надеется, что в этот раз не ошибется с выбором парня. Друзья, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте лайк или дизлайк. Совсем недавно Ольга Жарикова заявила о желании сбросить лишний вес. Девушка сообщила о том, что готова приобщиться к правильному питанию. Однако перебарщивать в этом вопросе не будет, ведь имеет печальный опыт, когда была очень худой. Оля выложила в социальную сеть фото, сделанное несколько лет назад. Тогда Жарикова была очень истощена и весила всего 47 килограмм. Оля уточнила у своих фанатов, которые советуют ей худеть, лучше ли такой вариант, после чего все вопросы отпали автоматически. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Подписывайтесь на канал!